О ситуации в Сирии. В Восточной Гуте, в освобожденной от боевиков районы, уже вернулись 65 тысяч жителей. Необходимо восстановить разрушенные дома, строительные материалы, навес золота. Клим Санаткин побывал на заводе по их производству, который заработал после 7-летнего перерыва. Предприятие на северо-востоке Дамаска. Еще несколько недель назад здесь были слышны выстрелы, орудовали боевики. Раньше работать здесь было слишком опасно. Грузовики и экскаваторы поднимают много пыли. Боевики видели это и обстреливали нас. Сейчас, когда всех боевиков отсюда вывели, мы заработали, как и прежде, до войны. На заводе почти 100 рабочих. График 6 дней в неделю. Несколько десятков грузовиков и экскаваторов равняют горы с землей. Добывают ценное сырье для строительства. Запасы здесь огромные. Только на этом месторождении добычу можно вести еще 15 лет. Работы здесь идут практически круглосуточно, в несколько смен. В освобожденных от боевиков городах Сирии сейчас большая стройка и нужны серьезные ресурсы. Из разных пород камня, добываемого здесь, получаются самые разные стройматериалы. От цемента до песка. Здесь же работает завод по производству бетонных блоков. За смену здесь изготавливают до 5000 кирпичей. Планируют наращивать объемы. Наша продукция сейчас очень востребована. Заказов много. На месяц вперед все расписано. Я знаю, что из наших кирпичей будут отстраивать города, которые пострадали от боевиков. И я очень рад, что могу хоть чем-то помочь. Время собирать камни. В этих горах недалеко от Дамаска вовсю кипит работа. Добывают, перерабатывают различные материалы. Дальше их отвезут вот туда, в Восточную Гутту. Там больше не слышны выстрелы. Снова мир. В саму Восточную Гутту уже вернулось 65 тысяч жителей. Люди восстанавливают свои квартиры и дома. В Думе же разбирают завалы с помощью тяжелой спецтехники, подаренной России в рамках гуманитарной акции. Продолжают работу и саперы. Только за прошедшие сутки разминировали 18 зданий. На юге Дамаска, в районе города Ермук, работает российская военная полиция. Патрулируют улицы, обеспечивают безопасность в госучреждениях. Следят за правопорядком. Дежурство несут в круглосуточном режиме. В пятые сутки идет вывод боевиков и членов их семей из окрестностей Хомса. Через гуманитарный коридор Эр-Растан вышли почти 2000 человек. Они направлены в Идлиб, провинция Алеппо. Клим Санаткин, Юрий Шолмов, Виктор Аверин. Первый канал. Сирия.